Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию очень глубокие и очень актуальные наставления преподобного Паисия Святогорца о душевной тревоге. Ведь состояние душевной тревоги – это сейчас состояние, думаю, не ошибемся, если скажем, подавляющее большинство людей. Есть мирская тревога, страх за завтрашний день, страх за сегодняшний день, непонимание, что ожидать в будущем. Есть духовная тревога. И даже люди, вроде бы старающиеся жить духовной жизнью, тоже иной раз испытывают тревогу. Как понять, каков источник душевной тревоги? И как по возможности постараться от нее избавиться? Преподобный Паисий Святогорец, первый том «С болью и любовью о современном человеке». Глава третья. Мирской успех приносит душе мирскую тревогу. Чем больше люди удаляются от естественной, простой жизни и преуспевают в роскоши, тем больше увеличивается и человеческая тревога в их душе. А в связи с тем, что они все дальше и дальше отходят от Бога, они нигде не находят покоя. Согласитесь, как актуально и как это очевидно для всех. Вот чем больше удаляешься от Бога, тем больше в душе накапливается тревога, хотя, может быть, даже все у тебя есть. Поэтому люди беспокойно кружатся, как приводной ремень станка вокруг сумасшедшего колеса. Мирская жизнь, мирской успех приносят душе мирскую тревогу. Внешняя образованность в сочетании с душевной тревогой ежедневно приводят сотни людей, даже потерявших душевный покой маленьких детей, к психоанализу и психиатрам. Строят все новые и новые психиатрические лечебницы, открывают для психиатров курсы повышения квалификации, в то же время, как многие из психиатров ни в Бога не верят, ни в существование души не признают. Стало быть, как помогут помочь другим душам эти люди, сами наполненные душевной тревогой? Как может быть истинно утешенным человек, не уверовавший Бога, в истинную вечную жизнь после смерти? Если человек постигает глубочайший смысл истинной жизни, то из его души исчезает всякая тревога, к нему приходит божественное утешение, и он исцеляется. И далее, с некоторой даже такой вот доброй иронией преподобный Паисий обращает внимание, что если бы, он говорит, если бы больным психиатрической лечебницы читали вслух Аву Исака Сирина, то больные, верующие в Бога, становились бы здоровыми, потому что им открывался бы глубочайший смысл жизни. Любой ценой, с помощью успокоительных лекарств, различных учений типа йоги, люди стремятся найти покой. Но только к действительному покою, который приходит к человеку смирившемуся и приносит ему божественное утешение, они не стремятся. Подумай, как же мучаются все эти туристы, приезжающие сюда из других стран, под палящим солнцем, в жару, в пыли, среди шума и гам, обрядущие по улицам. Какое бремя, какое внутреннее неспокойство гнетет и терзает их души, если они считают отдыхом все то, что им приходится переносить. Как же должно давить души этих людей их собственное «я», раз они думают, что отдыхают, испытывая такие мучения? Хочется обратить ваше внимание, дорогие друзья, и на очень популярные в последние годы такой вот поиск успокоения, именуемый «ретрит», когда люди готовы заплатить немалые средства, едут в Юго-Восточную Азию, там на берегу океана, под руководством опытных тренеров, сосредотачиваются, отказываются на некоторое время от определенного рода пищи, живут, так сказать, в гармонии с природой, иногда накладывают в себя многодневное как бы обет-молчание, когда абсолютно не произносят никаких слов. Естественно, от гаджетов любимых отказываются, чтобы обрести вот этот внутренний покой. Инструкторы говорят, чтобы их душа открылась для контакта с некими высшими планами, не поясняя, кстати говоря, что это за высшие планы и чем они наполняют душу. И люди готовы тратить время, немалые средства, чтобы искать вот этот душевный покой. Но, вот как мудрость здесь обратил внимание преподобный поисий, подумай, как же мучаются люди, готовые ехать неизвестно куда, в поисках неизвестно чего, а ведь они удалились от самого главного, удалились от Бога. Как можно обрести душевный покой, если ты удалился от Бога? Далее преподобный поисий обращает внимание. Если мы видим человека, страдающего от сильной душевной тревоги, огорчения и печали, несмотря на то, что у него все есть, что пожелает душа, то надо знать, что у него нет Бога. Есть такие люди, у них дом полная чаша, у них вроде бы есть все, ни в чем нет проблем, а в душе постоянная тревога. Почему? Потому что у них нет Бога. В конце концов, от богатства люди тоже мучаются. Все материальные блага оставляют их внутренне пустыми, и они мучаются вдвойне. Я знаю таких людей, имеющих все, при этом не имеющих детей и испытывающих терзаний. Им в тягость спать, им в тягость ходить. Все, что не возьмут для них мука. Ну хорошо, сказала я одного из таковых. Раз у тебя есть свободное время, займись духовной жизнью, совершай часы, читай Евангелие. Ну совершай часы имеется в виду на последование часов. То есть преподобный поисий обращает внимание, читай молитву, если у тебя есть много свободного времени, читай Евангелие. Не могу, отвечает он. Ну сделай что-нибудь доброе, сходи в больницу, проведай какого-нибудь больного. Зачем я туда пойду? Да и что это даст? Преподобный отвечает. Тогда пойди, помоги какому-нибудь бедняку по соседству. Нет, это мне тоже не понутру. Иметь свободное время, несколько домов, все блага и при этом мучиться. А знаете сколько таких, как он? Вот они и мучаются, пока не сойдут с ума. Как же это страшно. А самые измученные и несчастные из всех, те, кто не работают, а живут за счет доходов с имуществом. Те, кто по крайней мере работают, им все-таки немножко полегче. Где искать лекарства от душевной тревоги? Об этом, дорогие друзья, поговорим в следующей беседе. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.